что супом видно вот на белом фоне какой-то черный маленький волосок может быть я что-то неверно прочитал я вообще не исключаю здрасте вопрос по заказу мы у вас заказ сделали всем привет вы на канале покашеварим сегодня воскресные обзорище да без без этого воскресенье не воскресенье сегодня у нас на обзоре хинкальная номер один это заведение которое есть по москве их там довольно много точек я смотрел на сайте сайт это отдельная умора сайт времен очаковских и покорение крыма короче сайт сделан конечно ну блин слушайте мне предъявляют иногда за мой сайт там покашеварим у тебя сайт сделан некрасиво да он сделал некрасиво но у меня не коммерческий сайт просто информационный и бла-бла-бла у меня нет задачи там какой-то делать безумный дизайн но все-таки если ты занимаешься какой-то коммерцией сайт как-то должен нормально наверное выглядеть но хинкальная застряла далеко в 90-х еще где-то в районе страничек на народ.ру знаете ну многие помнят олдфаги да помните напишите в комментах вот короче хинкальная номер один мы заказали хинкали хачапури ну это такая грузинская забегаловка довольно бюджетного формата как мне показалось в общем ждем за два часа 20 минут нам довезли долго по ощущению все довольно горячо но напиток комнатной температуры сразу вот такие пакеты сам внизу лежал суп он вдавился и по моему даже немножко приоткрылся пакеты фирменные фирменный логотип хинкальная старая басманная и фишка в том что они кладут два пакета пакет в пакет чтобы ничего не порвалось холодные закуски в отдельном пакете за это определенно лайк салатики соусы все отдельно так возвращаемся к нашему горячему квари хинкали коробочки подписаны здесь свинина говядина тут квари по моему сыром она здесь хинкали с бараниной ну давай какой-нибудь возьмем и посмотрим температуру в принципе нет все горячее все горячее 45 градусов снаружи но внутри они горячее чем снаружи как мы понимаем напиток давайте если вы мне не верите 24 градуса комнатной температуры а вот морс в отличие от архуна холодный у них 9 градусов зашибись хинкальная что супом что случилось с этой банкой она не приспособлена видимо для горячего когда залили суп она превратилась просто в адское меси вот и посмотри я такого никогда не видел серьезно ну то есть это опасно для жизни если начал пластик плавится и все это попало в суп это не очень здраво капец весь заказ мне обошелся 4819 рублей относительно цен не особо сказать нечего то есть вот хинкали у них дешевые хинкали из говядины и свинины 45 рублей стоит квари с сыром 60 хинкали с баранины 60 рублей то есть с точки зрения хинкали это очень адекватные деньги компенсация происходит там где уже нет хинкали суп харчо например 310 рублей шашлык из свиной шейки 420 сала цезарь 375 ну и например хачапури по-аджарски 390 выглядит на самом деле не дурно 350 граммов должно весить 386 с коробкой весит все окей каких-либо вилочек салфеток мне не дали поэтому будем пробовать так как я могу начинка хачапури она довольно приятная то есть такой творожистый сыр сулугуни что касается теста давай посмотрим ух сколько тут тесто тесто без сыра хотят сказать без сыра но в принципе они туда закатывают немножко сыра но по большому счету хвостики они вот такие вот то есть совсем совсем хлебные надо дать должное довольно неплохое тесто то есть она эластичное она влажное тесто которое мне нравится отложим этот хвостик он реально получается ни к чему и отломаем еще немножко хачапури вместе с сыром о за шибок начинка в хачапури очень вкусная очень классные сыры вот тесто подкачало все таки тесто оно обычное то есть это просто свежеприготовленный хлеб а может быть немного солонее чем вот обычный хлеб но в целом свежий хлебушек неплохо это не в качестве критики на самом деле очень вкусный хачапури я удивлен я честно говоря представлял для себя хинкальную номер один это что-то типа такой столовки я не был там никогда внутри вот ну мимо езжу до их заведений вот мне представляется это какая-то такая столовская история нет здесь действительно хорошая выпечка точно вкусно сделано тесто чуть-чуть не дотягивает до джунжоли извините за это постоянное сравнение для меня это эталон я с этим не могу ничего поделать мне очень нравится джунжоли но начинка бомбическая очень хорошо сделано в общем хачапури из всех хачапури что я пробовал 4 с плюсом поставлю хинкальная красавчики хинкальная не было бы хинкальная если мы сами хинкаль не попробовали да давай у меня аж вот смотри из этого типа продуктов у меня аж вот вот сколько видов до черт крышечки это было написано с чем хинкали будем разбираться в общем хинкали жареные хинкали вареные и одно блюдо которое называется квари с сыром я честно говоря не знаком с блюдом по названию квари с сыром но теперь познакомимся здравствуйте виталия квари с сыром очень приятно 90 граммов 1 весит у нас я не понял как так а все конструктор то есть две хинкали должны весить если я правильно понимаю они должны весить 180 так ведь давай посмотрим 200 граммов смотри очень хорошо вот эти вот коробочки они тоже 208 граммов то есть по весу у них в общем то никаких проблем удовольствовать в квари вот смотри квари 1 1 ешенька а вот здесь не до вес квари тоже должны весить между прочим 90 граммов 60 рублей стоит но не доложили сыра насколько я знаю вот эта тара она не приспособлена для горячих блюд это исключительно для холодных я раньше на это внимание не обращал сейчас просто обратил внимание что здесь ну после инцидента с супом да здесь лежат горячие хинкали понятное дело что вроде бы сильно тут нет никакой деформации но все-таки это тара для холодных блюд хинкальки аккуратные к ним вообще нет никаких вопросов вот такие вот хинкали дим говорит разрывай ты же король копания в еде давай посмотрим на 1 хинкали сколько начинки как она выглядит изумительно она выглядит ты посмотри розовенькая он сок капает там какой-то красный перчик ты посмотри отлично отлично выглядит начинка великолепно я хочу это съесть хинкали они называются точно не зря хинкали офигенно сделаны очень классное тесто оно не жесткое не мягкое ну как надо очень классная начинка и и по соли не прикопаться и по перцу не прикопаться и по специям и по сочности и свежести 2 хинкали 1 у нас с бараниной 2 говядина-свинина а разницы нет что первое говядина со свининой что 2 говядина со свининой они возможно перебутали либо у них настолько баранина странное что у нее нет вкуса привкуса баранины извините я еще один жахну это та же самая начинка та же самая начинка короче немножко ввели меня в заблуждение но я не расстроен абсолютно не потому что хинкали действительно очень вкусные никогда не был в этом заведении но если по 45 руб хотя кстати я расстроен какого хрена 45 рублей стоит обычные хинкали же так ведь 45 рублей а хинкали с бараниной стоит 60 мне положили одни и те же хинкали и денег взяли больше и вот сейчас я расстроился ладно честно говоря не очень расстроился просто хинкали действительно кайфовый мне очень нравится хорошая начинка прям кайф у меня еще есть жареные жареные стоит 65 рублей штука тоже 90 граммов давай просто есть будем просто есть потому что что вам ну давай если что-то впечатлит покажу та же самая начинка ничем не отличается тоже вкусные хинкали то есть вспоминаю ваймэ обзор на ваймэ там тоже были жареные хинкали и вареные мы те и другие брали пробовали с моим подписчиком денисом это первый выпуск когда ты мне написал да что вот я рекомендую такое заведение мне пишут довольно много такие предложения и я его пригласил просто берем то вместе чего раз ты раз ты там ел и там показалось что жареные они чуть суше если я правильно помню обзор вот здесь такого ощущения нет то есть жареные они такие же сочные как и вареные но у них просто немножко другой вкус теста то есть из-за того что и жарили они не стали менее сочные прикольный прикольный мне очень нравится ну давай попробуем еще вот это новое блюдо для меня она новая вы его все наверняка знаете сейчас я в комментах это все прочитаю это блюдо называется квари а внутри сырок очень похож кстати вот на тот же сыр что и в хачапури то есть это сулугуни наверное тоненькое тесто очень аккуратно сделано посмотри какие как как вот эти защипы делают я не понимаю как-то внутрь они уходят я в этом вообще дикий рукожоп я вот так вот не могу аккуратно делать сырок тот самый очень вкусный но когда он в хачапури у него немножко другие ощущения от этого сыра вот в этом блюде занимал за него лайк определенно красиво аккуратно сделанное блюдо но именно сыр внутри он короче ты ешь как будто это вареник с творогом вот такой такой вкус у этого блюда вареник с хорошим творогом это вкусно в общем от меня хинкальный номер один огроменный респект за хинкали и в принципе за этот вот за это новое блюдо квари мне очень понравилось и визуально и в принципе по вкусу классно так что клево за хинкали буду к вам через заезжать смело особенно если цена останется прежней 45 рублей но я надеюсь так и будет да следующая шашлык из курицы шашлык из свинины и люля кебаб в лаваше он так и называется 410 420 и 385 рублей 200 граммов порция должна весить 269 весит шашлык куриный 228 свиной а люля кебаб тоже в полной комплектации 223 хотя вот он должен весить чуть меньше 150 граммов должен и так комплектация я бы очень расстроился если бы тут не было бы ничего кроме мяса тут все-таки какая-то иллюзия заботы есть здесь у нас лучок в каждом из этих блюд тут еще лаваш и в качестве дополнительной комплектации у нас значит клуку положено чья-то ресница видно вот на белом фоне какой-то черный маленький волосок это легкая неприятность давай начнем шашлыка шашлык свиной шашлык уже подостывший но вот такие вот они обзоры то есть как ни крути время течет да пока по срезу не о чем говорить то есть ну шашлык и шашлык мясо и мясо надо конечно попробовать у свиной шейки есть шанс быть мягкой суховатый шашлык принципе мясо замаринованы неплохо я бы не сказал что мне это мясо не вкусно то есть она довольно вкусная несмотря на то что суховато но в принципе мясо мягкое но это просто мясо то есть я говорю мясо не шашлык потому что шашлыком назвать это довольно сложно у меня нет ощущения что она приготовлена на углях но вот к сожалению я не могу высокую оценку поставить этому шашлыку потому что все-таки суховато все-таки привкуса углей я не чувствую поэтому ну давайте три балла удовлетворительно до трешник но в принципе удовлетворительно в принципе комплектация нормально лук очень в тему то есть если есть мясо с луком она становится сразу посочнее ну все таки это компромисс это не совсем шашлык куриный мне кажется тоже не особо на шампурах ты готовится это куриная грудка почему она какой-то странной формы а то есть тут прям вот смотри то есть вот она голень прямо с косточкой то есть вот эти 200 граммов они заявлены с учетом того что здесь есть кости это бедрышко тоже с костями то есть шашлык куриный с костями это не очень хорошо каждый кусок мяса они смотри надрезают для того чтобы проверить готовность да то есть видимо мангальщик у них не очень опытный и он не может понять готовность мяса без того чтобы ее не надрезать это соответственно сразу же портит картину сразу же соки лишние вытекают ну давай ладно дадим шанс прям куриному шашлыку я возьму голень ее и жахнем просто голень по умолчанию испортить очень сложно ну чё жарили жарили не дожарили кусок сырого мяса ну немножко немножко чуть-чуть не дожарено проблем со вкусом у куриного шашлыка нет меня это блюдо расстраивает исключительно тем что она берусь костями то есть но блин ну не знаю вот может быть только в моем мире шашлык это как бы ну это в пиле должно быть филе как-то и чтобы прям шампура ел и не парился на тему обгладывания костей здесь как бы мне создали геморрой тем что здесь кости оставили но мясо вкусно в принципе сделаны единственное вам такой минус который важно знать когда ты покупаешь покупать можно но ты должен знать что она перченая и куриный шашлык он прям такой острый вот дети наверное есть его не смогут это чуть-чуть некрасиво с их стороны не уведомлять об этом то есть если блюдо остро или хотя бы островатое об этом потребитель должен знать ну в общем в целом тоже пойдет давай попробуем люля люля кебаб тут аж смотри сколько их тут три кусочка люля кебаб разложенного по по лавашам у люля кебаб елки-палки а мы уже где-то видели эту начинку да это тоже самый фарш что и в хинкале я абсолютно уверен давай жахнем ну я не знаю но тоже суховато то есть у них вот есть какая-то фишка то есть делать маринад делать вкусный фарш с хорошими специями они умеют но видимо опыт вот это вот мангальчик он должен быть возможно в этом кафе а мне судя по всему везли из кафе которые на соколе находится но у них видимо опыта такого нет плюс все таки ни в одном из этих блюд нет ощущения угли я не знаю чем это связано в принципе этот аромат дымка он довольно кратковременное воздействие имеет на шашлык там чтобы сильно и пропитывать его да потому что ну сколько шашлык жертв но пятнадцатом минут куриный может еще меньше люля кебаб еще меньше в принципе жарко это не копчение это когда мы коптим мы чувствуем потом вот этот прям дымный запах тут не такой эффект может быть и на углях но из-за времени приготовления я почему-то не чувствую вкуса углей не критично сухой люля кебаб и в принципе вкусный то есть как я говорю вот с фаршем у них проблем нет по итогу из этих трех блюд я бы выбрал наверное люля кебаб потому что он как-то понятен да то есть ты съел и более-менее нормально тут кости гладать тут суховато в свином шашлыке люля кебаб самый такой оптимальный получился по вкусу ладно как бы в целом они это тоже умеют готовить то есть если сравнивать там хинкали прям красавчики это пять с плюсом но наверное все шашлыки я поставил четыре с минусом не очень плохо но и не хорошо то есть вот еще чуть-чуть и хорошо да отлично еще далеко у нас две закуски следом идут это баклажаны это классика вообще грузинской кухни и это долма голубцы виноградных листьев три рулетика стоит 330 рублей то есть по 110 рублей один рулетик это почти шауха вот и судя по всему есть у нас еще соус который скорее всего идет именно к долме 200 граммов должна весить долма ну видимо с соусом вот если соусом то соблюдено а рулетики 150 граммов опа первый недовес у нас первый недовес за весь обзор ладно буду как-то с этим жить рулетики симпатичные внутри вот такая вот ореховая паста одна из самых популярных закусок наверное которую я знаю выглядит неплохо баклажан симпатичный начинка внутри в общем обычная куда она так соленая может быть аллергии на орехи теоретически не у меня просто вот серьезно я когда ем вот такие вот типа баклажаны там или какие-то пхали мне после этого как-то странное ощущение в организме я бы не сказал что у меня там высыпают что-то знаешь там сыпи код нет дыхание не перекрывает но какая-то легкая тревожность короче не знаю у кого-то есть аллергия на орехи из моих подписчиков вот напишите то есть как это проявляется как физически вы себя чувствуете если например съедаете орехи уже мне какая-то легкая легкая форма аллергии что такое что-то есть короче говоря нормальные баклажаны нормальная начинка пересоленая единственное что вот мне кажется что она слишком соленая вот сейчас мне очень хочется запить и отлично потому что как раз сейчас я и попробую вот этот лимонад дай стакан спасибо большое ким я тебя благодарю черно-смородиновый что ли я взял а морс из черной смородины я чё-то просто щелкнул я даже не очень очень вкусно отличный морс из черной смородины цена 350 рублей вы офигели за литр что ли вот где компенсация хинкали то есть ты пришел взял недорогие хинкали но видимо напиток там в заведении у них тоже там рублей 150 он стоит маленький стаканчик что-то типа такого вот здесь и зарабатывается я чтобы вам экономику подпортить хинкали пожалуй буду заказывать периодически а напиток и дома себе сделаю вот но вообще морс достойный морс хороший если уж очень хотите за 350 рублей литр можете взять давай долму попробуем вместе с соусом долма как долма чуть-чуть небрежно она конечно свернута но это неважно вашу внутри было вкусно давай ребята блин она походу вчерашняя еще и более того завтрашняя прям вообще ни разу не свежеприготовлены то есть долма абсолютно сухая блин кошмар я в принципе подозревал просто если ты долму берешь и вот кладешь в такую баночку в которую класть нельзя горячее блюдо видимо в очередной раз то так или иначе внизу какой-то бульон будет а здесь вот видите вот банка она абсолютно сухая то есть внизу ни капли бульона это говорит о том что это долма абсолютно сухая то есть она была приготовлена там вчера допустим выложена из чана в которой она готовилась и вот все соки из нее вытекли отстой это самое большое разочарование видимо сегодняшнего обзора даже соус не особо выручает еще она очень перченая вообще-вощем все просто все недочеты которые можно представить вот в этой долме сошлись ладно смотри у нас еще есть жареный сулугуни здесь они хотя бы бережно отделили вот этого пластика фольгой то есть лишние формальдегиды мне не попадут в еду это это очень приятно порция жареного сулугуни то есть вот он прям кусками ну естественно он когда-то было расплавлено но сулугуни очень быстро обратно превращается в куски поэтому тут сказать нечего помидоры симпатичные смотри это хорошие помидорки видно что они под запеченные но сейчас вот мы оценим кстати сам сулугуни бомбический сыр у них поэтому начинка в хачапури мне понравилось это эталонный сулугуни который очень кайфовый очень кайфовый у него прям послевкусие соленость структура просто класс конечно я сейчас не оцениваю это блюдо как блюдо потому что его надо с пылу с жару есть бомбические томаты блюдо такое для проверки сыра больше нежели для оценки блюда вы меня поняли что касается сырной темы у них все в порядке прям вообще все в порядке сулугуни давай посмотрим как у них дела с сырной темой в салатах в том числе и в салате цесарь у меня два салата которые мало чем отличаются друг от друга и опять сука волос ну вот смотрите блин какой-то белый волос причем это это волос мне кажется вообще типа кошки то есть это не человеческий волос или вообще это не волос может это от игрушки какой-нибудь раз уж мы так близко да давайте сразу посмотрим на заветренную оливку маленькую дешевую да она вся такая вот уже сморщенная два салата которые в принципе похожи но они отличаются чем они отличаются ну здесь есть оливки здесь оливок нет в остальном одно и то же здесь курица тут курица средние те же возможно отличаются соусы вот это цезарь чтобы вы понимали судя по всему вот это салат который называется хинкальная номер один салат айсберг и здесь тоже салат айсберг то есть ну реально ничем не отличаются эти салаты кроме трех оливок давай попробуем мега отстойнейший цезарь ужасно вот этот сыр который он даже то есть если блин ребят если вы делаете цезарь пытаетесь сделать и кладете какую дешевую замену пармезану то не кладите вот сыры которые называются пармезан положите лучше сыр какой-нибудь солененький нормальный сыр там твердый типа да хоть российский и то лучше будет ну давай просто я отвечаю вот они ничем не отличаются эти два салата вот ничем абсолютно второй отстойный цезарь салат хинкальная номер один пшеничные крутоны ну вот это крутоны да листья салата ромен а листья салата ромен то есть вот это ромен да позвоним узнаем основа заправки хинкальная номер один это соус свежие яйца выдержаны одну минуту в кипятке охлажденные яйца взбиваются с оливковым маслом нет это не соус это мазик у вас с чесночком максимум да ну в общем ребят отстой 365 рублей стоит салат хинкальная номер один и 375 непонятно по какой причине почему на 10 рублей дороже чем этот вот стоит салат цезарь почему он дороже тут же больше тут 4 оливки еще лежит но мне честно говоря очень хочется вот ребятам позвонить блин у них на сайте даже нет кнопки активного телефона то есть мне надо блин что-то стали меня расстраивать они может быть я что-то неверно прочитал я вообще не исключаю здравствуйте вопрос по заказу мы у вас заказ сделали сейчас назад а вот можно да вопросами а да да мы кушаем мы просто вот когда цезарь себе с вашим салатом заказывали мы читали что у вас там листья ромен вроде в салате а у нас тут какой-то то ли пекинская капуста то ли айсберг накрошен как так вышло подскажете я вам не могу еще рассказать давайте я буду уточнять еще с повара значит у вас претензии по салату да у меня не то что претензии просто может я где-то не дочитал описание мы ожидали там какой-то вкусный салат цезаря и чем отличается хинкальная салат от салата цезарь то есть тоже не очень поняли они какие-то очень похожи друг с другом ну давайте уточним уже с повара хорошо ну да если не сложно перезвоните тогда просто комментарии спасибо первый звоночек на самом деле очень странный то есть как администраторы должны знать состав блюд ну то есть они могут что-то не понимать как готовится но знать состав блюд они должны поэтому понимать что кладется в салат там у них в заведении они по идее должны но мое мнение ну по крайней мере администраторы у нас во суши там свити да они знают из чего а уж поверьте меню меню суши оно посложнее чем меню хинкальный ну то есть понимаете да например что такое вот изумидай многие знают что это морской окунь да многие не знают поэтому там вот одни и те же названия там в одних соусах у наги фига и бешери рача блин хрен разберешься а они понимают так ладно у нас осталось что у нас два супа два супа один холодный один опасный я бы так сказал вот холодный суп гаспачо и вот этот суп который извините но я есть его не буду то есть я серьезно я не хочу есть суп который расплавил пластик я не буду пробовать харчо я не буду пробовать харчо вот суп гаспачо я попробую я попробую да эти ложки для холодных блюд друзей поэтому суп гаспачо тут очень даже в тему суп гаспачо я смотри прям он это капучино такая пенка прям за кислородина классика европейской кухни естественному гаспачо как же там же не базилик да тут там обязательно должен быть должна быть петрушка ну вот ну в общем вот так вот давай попробуем 300 граммов кстати подожди мы не взвесили один давай взвесим немножко ложку облизал 300 граммов он не весит а должен 300 250 рублей стоит блин грем томаты протертые серьезно но это не совсем как бы чтобы уж прям вот гаспачо прикол гаспачо в каком-то не знаю привкусе оливкового масла внутри нерафинированного какого-нибудь да классных томатов то есть мне почему-то не кажется что они кладут сюда томаты такие же как были в сулугуни там вкусные томаты а здесь вкус более бедные томаты вот ну короче гаспачо гаспачо он как-то поинтереснее что ли гаспачо он как-то поинтереснее немножко по структур не тут же очень он такой вот жиденький прям то есть меняешь но действительно как вот просто смузи из помидора сделали как томатный сок с перцем вот приблизительно такие ощущения съедобно безусловно да наверное это съедобный суп но было бы круто если соблюли вес было бы круто если приготовили вкуснее добавили еще грена каких-нибудь да было бы зашибись 250 рублей такой суп абсолютно точно не стоит вообще покупать извините но харчо отправляется в утильку может быть это из-под из-за вакуума она так сжалась то есть горячая накрыли там куда-то делся воздух и он такой сосался я не знаю мне это есть стрёмно в общем вот так вот по получается вот такие вот дела мы сейчас ставим оценки под конец меня разочаровала то есть по факту как бы норм хачапури и хинкали норм шашлык удовлетворительно ну и все и классный сыр все остальное остального ничего и не было остальное только салата и супы это посредством алло здрасте еще раз вам удалось с поваром поговорить по поводу салатов а у вас повар не на месте что не ну вам то я позвонил и вы же на соколе находитесь непосредственно или нет то есть вы из контактного центра поэтому поэтому так я понял просто мобильный телефон я подумал что это скорее всего телефон непосредственно заведения все окей тогда вопросов нет хорошо все хорошо я понял спасибо да всего доброго в общем я в комментах в комментариях под видео укажу если они позвонят какие они дадут комментарии потому что мне еще интересует вот эта история и так далее в общем ставим оценки в общем прошло уже минут 20 пока там выставляли оценки мне так никто и не перезвонил то есть уведомлять меня о том что в салате и ответить на мои вопросы не собирается хинкали номер один это очень странно окей ладно оценки 66 баллов набирает хинкальная вы это видите прекрасно давай прокомментирую цена три с половиной цена на хинкали адекватная цена на хинкали как надо но как я и сказал они добивают всем остальным меню то есть там высокие цены 350 рублей литр черно-смородиного морса это за гранью ну то есть это это очень дорого вкус качество я тоже поставил три с половиной несмотря на то что опять-таки хинкали хорошие там сыр у них хороший то есть исходные ингредиенты норм но вот эта вот последняя история она меня расстроила то есть абсолютно никакая долма не свежая не хорошая долма не вкусная то есть ее брать нельзя салаты и абсолютно посредственный суп вот это это меня расстроило я за это ставлю три с половиной балла соответствую 5 то есть по граммам они в принципе все соблюдали за исключением одного блюда но я прощаю прощаю эту недоработку сервис 2 но тоже капец то есть у меня не салфеток не вилок не чине ложек никаких ничего нет вот как хочешь так и живи короче с нашей с нашим заказом ну плюс вот эту плюс вот это вообще класть горячее блюдо не приспособленную тару это противозаконно чтобы вы понимали скорость 2 2 часа 20 минут это очень долго я ставлю 2 температура 4 в принципе нормально я 4 больше снизил наверно из-за того что напиток был комнатной температуры ну и лайки то есть по итогу вы смотри оценки поставил такие довольно средние да но но лайк поставил от себя это говорит обо мне как они последовательном человеке который может поставить средние оценки но при этом не отказаться еще раз заказать в этой хинкальной да действительно так то есть я для себя вообще не исключаю вероятность того что я может быть когда-то закажу хинкали по 45 рублей или заеду поесть эти хинкали у них там в заведении вот но при этом я всегда буду помнить что по большому счету кроме хинкали я наверно ничего брать не буду вот особенно напитки вот такие дела ребят хинкальная номер один такое заведение спасибо за что поставили лайк вообще спасибо за то что провели со мной время что-то покушали я очень рад что вы со мной едите я каждый раз когда снимаю обзор я представляю что кто-то сейчас сидит и что-то кушать конечно же вы помните что мы всегда пишем в комментариях что именно вы сейчас кушайте я читаю все коменты все друзья спасибо за просмотр до скорых встреч пока а